здравствуйте дорогие слушатели и зрители это урок как всегда будет посвящен недельной главе на этот раз у нас не одна недельная глава на 2 недельные главы тазрия и митсойро но я хотел бы начать его все-таки не с недельных глав с праздника который мы только что отметили праздник пейсах есть так можно сказать у нас для на еще во рту немножко вкус матче остался и так оно и должно быть на самом деле от пресса как шивота сейчас плавный переход мы готовимся получению тора я хотел с вами поделиться очень интересным примером который я услышал от имени дубна магет дубна магет он знаменит был своими интересными историями и примерами и он рассказать интересную историю есть разные вариации этой истории идея такая что был один жулик и один прекрасный день к нему подошел кто-то схватил оказался что это было . который не подошел оказывается был полицейский просто он был не дни не одета полицейским был одет в штатском и он подкрался схватил арестовал показал свидетельство что такое арестована теперь делать и полицейские взял наручники и чтобы на жулик не убежал он надел ручь наручники один одну часть наручника к себе на руку и вторую часть наручников на руку этому жулику и он повел его участок и вот они идут по улице значит идет 2 но учитывая что опять таки полицейский он был в детниках полицейского молодец штатском вот они идут по улице и на кучу знаете зеваки смотрят на них и на полицейский так гордо идет а жулик вдруг не становится начал говорить я его веду сейчас я его отведу я сейчас сейчас я ему покажу и получилось что люди не знали кто кого ведет идут 2 2 молодых человека наручники непонятно и и полицейский что глупости говоришь я я я я тебя веду участок кто-то кто еще кого ведет я тебя веду участок и уже начались люди смеются как узнать кто на самом деле полицейская кто кого арестовали так это очень простой у кого ключ от этих наручников само собой разумеется что у полицейского из ключ и он может себя освободить а у арестованного конечно ключа нет зачем мы это история рассказывается это прекрасный пример после праздника пейсов мы не кушали хамец хамец одно из объяснений классическое объяснение что хамец символизирует ецерара хамец символизирует нашу склонность к мирским наслаждениям наша склонность физическая и противоположная духовному и много раз их объяснений есть в любом случае это что-то что-то духовно плохое и поэтому мы его не кушали вопрос на почему же мы теперь начинаем слава богу все теперь уже кушаем правильно я уверен что мы слушали зрители уже и и хлеб покушали и пивом запили почему же какой был смысл неделю не кушать хамец а те кто живут за пределами израиля мы не кушали хамец 8 дней ответ такой что мы показали что мы сможем контролировать таким образом что вот мы неделю нику неделя это серьезные отрезок времени и мы неделю не кушали хамец мы не показали что самом деле если мы хотим всякой тревер мы сможем контролировать вы показали как бы что ключик у нас да у нас мы живем в этом мире мы живем в нормальном мире с точки зрения иудаизма мы должны жить нормально выдают всячески были всегда против всяких монастырей и так далее отлучник люди которые отлучились от жизни наоборот на жить нормальную жизнь надо иметь семью надо работать надо наслаждаться более того приводится многих местах что надо кошерно наслаждаться этим миром надо не забывать что ключи все-таки у нас есть что мы себя контролируем если по какой-то причине мы знаем что что-то нельзя что-то запрещено и мы в этом мы это не будем делать интересно я просто подумал что есть такое обычай шаббас после пейсаха кушают халу и халу или в халу кладут ключик или хала делают форме ключа это бычу уже на самом деле приводится несколько соли назад уже обычай старый обычай разные объяснения некоторые говорят что такая бы открывается новый финансовый год это как бы ключ к новому финансовый год потому что после пейсаха мы идем к шивоту разные объяснения я подумал что может быть можно еще одно объяснение сказать после того как мы неделю не кушали хамец и вот мы тебя начинаем кушать хамец мы его делаем форму ключа чтобы не забыть что да мы кучу хамец мы должны кушать хамец но мы даже не забывать что все таки надо себя контролировать и если что-то не дай был запрещенный еврей богобязненный еврей всякой только если нельзя на чем бог сказал нельзя значит нельзя предыдущая недельная глава сейчас мы плавно перейдем от предыдущих к этой недельной главе принудительной глава была полна законами кашрут запретами какое животное можно кушать какое животное нельзя кушать какую рыбу можно кого нельзя птицы кому можно нельзя то есть все вот эти законы запрет интересно что мы ее читали эту главу сразу после песок опять-таки напомнить что у нас есть четкие законы строгие законы то что можно можно и наслаждайтесь и пожалуйста и сколько нисколько сколько хочется тоже надо контролировать даже то что можно но есть вещь которая не за ночь нельзя теперь давайте все-таки вернемся и пойдем наши недельные главы 2 недельные главы тазрия и мыцой недельного тазрия начинается что женщина которая забеременеет и у нее родится мальчик она должна этого мальчика врезать это приводится законы женщина должна принести же на приношение кстати с божьей помощью когда будет отстроен храм которого мы где не дождемся все женщины у которых есть дети слава богу должны было принести эти же до приношения которые вы задолжали то есть даст бог что за каждого ребенка на мой принести же это приношение с божьей помощи и в случае начинается глава с этого момента что женщина родила у нее родился ребенок если мальчик у нее есть 7 как бы не чистых дней потом 33 чистых если девочка в два раза больше краткая такая глава и потом начинается на полторы главы практически вся весь конец был это зрея и следующий главы цойра законы о проказы тебе слово проказа это просто так принято переводить слова царас самом деле многие говорят что это такая болезнь которая в наше время не существует это как бы духовная болезнь которая была во времена храма но интересно что глава большая часть этой главы и следующая главы которую мы читаем посвящена именно царас вот этим болезнями и другим нечистотам следующий глава причисла так рэбисон салантович интересно рэбисон салантов сказал что почему на прошлой неделе мы читали законы кашрута на этой неделе мы читаем закон вот этот царас потому что царас приходит на самом деле список 7 вещей из-за которых она может прийти человеку но основной основная причина это когда человек говорит то что называется лошонарас сплетню никто грешу любой запрещенные словах то он говорит так говорит обе слова саланта что точно также в предыдущей неделе нам дали законы кашрута все богобоясные евреи понимают что перед тем что я что-то скушаю я должен быть уверен что она была кошерна если мне кто-то угостил куском мяса я не знаю кто это мясо зарезал где она была сварена конечно никакой еврей поговорят за это кушать не будет точно также мы следим что входит наш род точно также надо следить что выходит из нашего рта поэтому тора написал это одно за другим интересно ведь все-таки начинается недельная глава не с этого начинается недельная глава с рождения ребенка так есть мы даже говорит что после всех животных нам описали в прошлой неделе нам рассказали про свинью по верблюда про зайца нам рассказали про птицы которые нельзя кушать потом еще по нам говорят о человеке потому что мы были созданы под конец шестого дня творения сначала были созданы все остальные на че птицы и животные столько потом был создать человек точно также тора нам рассказывать законы интересно что взор написан других как написано что человек почему же действительно человек был создан под конец создания мира на самом деле человек в себе несет немножко от каждого животного есть какие-то черты если не знают назвать характер использовал весь мир был уже создан человек это было заключительное звено и в нас сложено все что уже в мире находится у нас немножко это есть и я хочу добавить одна вещь это то что человек чем человек отличается от всех остальных это то что наши мудрецы говорят мы добр наши мудрецы делят весь мир на четыре части неживая природа растительный мир животными и люди так люди называется говорящие то есть основная часть нашего основная идея чем мы отличаемся от животных да конечно интеллекта немножко больше я надеюсь у нас выходим выходим на двух ногах они на четверок до основная разница между человеком и обезьяна что человек говорит говорит он может излагать свои мысли конечно у животных есть тоже виды общения но темно говорить мы можем говорить так поэтому замечательно как прекрасно написаны недельный глава главы сначала написали о животных потом нам говорят что неделя глава начинается как бы рождение ребенка женщина с времени родила и надо знать что в первую очередь ребенок рождается что самое главное вот ребенок что же самое главное чем этот ребенок отличается всех остальных что человек этот ребенок даст бог когда он выросил сможет говорить и сразу тора нам говорит про болезни которые не дай бог человек может получить когда он говорит те вещи которые мы нельзя было бы говорить то есть это вот это законы царас что может не дай бог принести если человек договорить и вещь кто не заговор и хотят вы немножко действительно посвятить этому моменту что если это можно говорить что нельзя говорить почему действительно тора уделяет такое огромное внимание это что называется силы сила слов человек должен понимать что из разные примеры приводит пример огромная фабрика и ребенок пришел со своим отцом эту фабрику битом очень многих таких машины и люди очень все интересно там сбоку как такая машина стоит очень такая видно что-то самая такая основная машина и очень такая дорогая и он отца спросил что за машина так самое самое главное что это такое так говорим что у нас есть разные органы тела и язык тяжело поверить язык это одна из самых основных частей нашего тела потому что опять-таки то что нас делает человеком это самая опасная часть тела уже шлой мамела царь соломон сказал что жизнь и смерти на кончике языка и никто без это по-простому что действительно человек своими словами правом смысле слова может убить кого-то из-за кого-то что-то рассказать кого-то обидеть сколько рассказывают истории когда люди не надо качать даже жизнь самоубийством просто кто-то что-то сказал кто-то кто-то посмеялся так по простому надо понимать что наши слова и не несут тоже огромную огромную силу и в торе приводится немножко намеками то есть интересная вещь после того который говорит о именно болезни то приводит момент когда человек получил царас эту болезнь не на теле а на своем доме я приводится три раны три раза ведется раз на своем теле он на своей одежде и на доме поэтому кстати некоторые комментарии говорят что конечно это не болезнь потому что дом болеет а это именно что-то божественное наказание я так вижу такая-то плесень в любом случае приводится что без законы когда человек приходит и видит что у него на стене дома что такое зеленое и он должен дикой ну все эти вещи ими заведовал coin чем любой coin то мог делать и интересно что человек не становился официально как бы больным митсойро пока мукой не скажет что ты не царю не важно это был человек или одежда или это был дом он должен быть и койну именно койну и койн должен быть как бы окончательно привести к при приговоре если так можно сказать что вот ты митсойро пока он не скажет чтоб не становился митсойро и наоборот когда человек уже больной и он выздоровел или из его дома сошла вот эта плесень вот этот сараз койн должен сказать о тебе но чисто почему наши комментарии говорят мы хотим нашего больного научить сила слова вот видишь койн сказал слово это слово тебя сделала митсойро там сайте законы там с серьезные законы те которые митсойро он не может находиться с другими евреями в одном помещении там на перегородку то есть карантин на самом деле человек не может этот митсойро не может никто говорить встреча есть даже мнение в гиморре что этот человек не может надевать филин то есть он иска и отвергнут от еврейского народа и ему говорится 3 вот койн с одним словом когда скажу ты будешь митсойро он это сделал и наоборот когда кое сказал что чистый ты ты будешь чистой все зависит от его слов и дальше когда тора описывает момент приходит коэн на человек написано что человек у которого есть дом из хозяин дома тут стоит тоже комментарии говорят что написано что я шла боишь шешла боюсь тот у которого есть дом комментарии говорят что этот человек который у него был дом он ни с кем не делился никому ничего не показывал был жадный и теперь его бог наказал за его жадность теперь должен прийти кое ну и должны там там написано что когда перед тем какой он закрывает дверь дома на карантин выносит всю утварь из дома чтобы она не ну не пропала и теперь все люди которые пытались одолжить что-то там соседка пришла говорит у вас случайно нету кастрюля даже ой знаете у нас нету сосед пришел вас случайно там молотка нету извините у нас нет ой смотрите все у них есть так за жадность одна из причин которые приходят эти наказания но в любом случае человек приходит койну и он говорит у меня есть как сарас кинега он не говорит что у меня это болезнь на стене дома он говорит мне видится не как не выглядит как как это слово как очень важно кинега как на как вот это болезнь и потом койн должен прийти я уже упомянул койн должен сначала вынести всего творец дома и потом закрывает дом на неделю посмотреть или она будет дальше расти или наоборот но уйдет тогда все хорошо но интересно почему человек кто приходит койну он говорит как вот он говорит мне говорит что я вижу что у меня болезнь доме чуть-чуть чуть-чуть чтобы намеками да намеками нас как кинек из несколько объяснений раш приводит объяснение что человек должен койну говорить даже сейчас знает не надо не надо кой научить ской же должен принять решение некрасиво когда часто бывает раввины некоторые спрашивают к раввину задают вопрос рынок ведь правда что так то и так а то что можно так а вот я есть то знаешь вопрос почему ты знаю вопрос и ты хочешь знать ответ или не хочешь знать ответ надо сделать такой вот так вот когда он приходит к она не говорит . у меня тут болезнь нет как я не знал особенно приводится еще борьба приучит себя что скромно сусу нужноARROW смотрите таки не знаешь может действительно это неправда поэтому надо следить за языком и еще один важный момент что человек не должен говорить что у него что-то есть потому что кто что знаете называлась не докаркать не сглазит не на карте так далее пока что-то не случилось никогда не 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 говорить эти слова что-то плохое даже когда что-то плохое есть не говорить когда чем что-то плохое говорит это влияет и ну таки может случиться гемора приводит доказательства более того гимора приводит несколько историй одна из историй было два брата был знаменит знаменитый а мой был знаменитый мудрец в талмуде его звали шмуэль и его брат сидел не про нас будет сказано шиву и брат не постриг ногти так что он сказал сам учет ногти не пострижешь во время время траура можно стричь ногти так тот ему говори сушка ты будешь свечевать и что-то ты быстрый ногти чтобы ну как кто то что такое делает во время шивы ноги свеч но он сказал своему брату эту фразу когда ты будешь сидеть шиву посмотрю на я посмотрю на тебя надо ли говорить там написано что таких не пропускалась у него тоже тебя случилось несчастье ему пришлось видеть шиву с людям приводится никогда не говорит ника даже те вещи которые мы знаем что нас случится есть вещи которые его приводит не говорит что люди конечно итоге умрут понятно что никто не вечен эти слова не говорить потому что эти слова могут действительно негативно сказаться среди евреев не принято называть название некоторой болезни среди времени принято назвать никто уже говорит о проклятиях ни в коем случае не как будто что-то плохое пожелать хас в шалом я говорю даже косвенно даже упомянуть что-то плохое люди о плохом не говорят кстати плохие новости то же самое не принято ничем настраивать у нас нам дали язык для хорошего на язык чтобы вы молились для лесок чтобы мы комплименты давали это напомнить что когда мы говорим от того как человек говорит можно понять его уровень насколько он интеллигент насколько он религиозно сколько он богобоязвенный великие раввины великие люди они когда говорили они говорили по-другому а просто народе говорили по-другому не один отсчитал книгу очень интересная книга воспоминания одного еврея который спасся во время войны он переоделся полностью и так он спасся и интересно запомнилось он там жил с другими простыми людьми и притворился что он притворился но короче никто не знаю что он не вре конечно и вдруг он послушал разговор один другому говорят двое разговаривают а ты знаешь этот вот о нем как тут странно говоря вот другие анимат они там кричат что подозрительно но надо ли говорит он в книжке пишет на следующий день такие слова уже упомянул безвыкновенное положение чтобы никто не подозревал но на самом деле интеллигентный человек когда я говорю интеллигент богобоязвенный человек они по-другому говорят есть вещи не цензурные слова даже цензурные слова есть можно по-разному вещь описать можно по-разному рассказать и это очень важно тура нас учи следить за своим языком да все эти мелочи они до играть очень большую большую роль еще интересный момент пока что что мы видим что человек который вот это согрешил ну говорит лошанара он не вот от проказа на доме и написано что если не получил намек не понял еще раз еще раз в в конечном итоге надо снести весь дом и приводится что в лошанара действительно приносит проклятие и это очень плохая вещь интересно иногда люди редки никто не знает не спамеди выпустив пути все вышли мы не можем сказать только за что наказа в наше время у нас нету храма никто ни в коем случае хас вошлом никто никто не может показать пальцы вот вот видите такое такое то вот вот его бог наказал вот вот я знаю за что его бог наказал хас вошлом такое говори кстати потому что недавиум человек который так говорит и вот бог тоже может проверить или не все в порядке но бывает на ситуация что знать что человек когда он что-то говорит когда он говорит вашу нора когда он на кого-то на говаре канал спрятничать он себе делать страшно и себе саму даже не с точки зрения как бы религии но он на себя наводит страшные проклятия то ли написано чек той год лучше норм он проклят видим что человек который ты лучше нору он может потерять деньги и так далее интересно я просто рассказываю потому что недавно случилось у меня один знакомый молодой человек очень приятный хороший молодой человек не хочу 20 подробностей чтобы никто не понял о ком я говорю но как-то подошел ко мне совсем пару дней назад и говорит вы знаете как такое может быть я отделяю пятую часть сдоху не десятину интересно сказать пятую часть на самом деле мы знаем что общепринято принято отделять десятину если уж совсем такие знаете большие праведнее отделять пятую часть даже за 10 написано человек который отделяет десятину он разбогатеет написано и никогда не будет бедным а это чем не говорит как скажите пожалуйста как ты может быть что я отделяю пятую часть вздоху я до сих пор не разбогатеет и задел этот вопрос вопрос правильный самом деле может написано если написано что про 10 написано что ашемк сказал что можно даже его проверить и так далее я удивился как-то действительно если серьезный человек богобоязненный хороший и и действительно обидно стало мы все верим бога и я не министр финансов у всевышнего понимаете но интересно что в разговор но продолжился потом сутку говорят а я наверно знаю потому что я наверно вот эту организацию назвали my организации и у него какие-то трения со той организации еврейская организация хорошая организация я не знаю кто прав задание не прав товару или меня это неважно организация хороший�� взяли Radza perocha у него этого человека было встрече с ним зыми с этой организацией и вдруг он говорит а я знаю потому что я вот это организация дал сдоху вот наверное за это вот у меня все и так ехидно так ехидно так сказал я спорил участок против организаторов я под опять-таки ни в коем случае я не говорю уж почему никто не знает но я да знаю хавицхайм пишет что иногда человек который дает десятину на самом деле он должен был бы разбогатеть правильно но с другой стороны может быть ситуация что-то человек должен быть сильный наказ за какой-то другой грех например что-то согрешил и на самом деле наоборот что должен покинуть вообще этот мир всевышний его пожалел вместо того чтобы убить он дает ему бед бед становится бедняком написано что бедняк это как умерший опять таки с одной стороны 10 и должна его помочь с другой стороны он заслуживает что-то другое но как бы на это получается баланс и поэтому я подумал еще один человек мне сам сказал что у него не то что у него нету денег у него все в порядке не но не богатого хочет быть банк под он хочет быть богат знаете а то небогат и я подумал кто его знает еще раз я не министр финансы они министр юстиции но кто его знает что может быть если бы он своим языком был более аккуратен может быть этот язык упортит что-то может быть иногда бывает человек своими словами не означают они мнение не не видно не не как что не хочет себе сам себе делает плохо подписать и себе когда человек взял например ребенок ребенок размахивает там каким-то там топором мы когда наши языка для за без костей мы своим языком то же самое просто мы не видим мы не видим когда человек кого-то обидел как кого-то что плохой рассказал мы не видим те слезы мы не видим что происходит на небеса и тора еще раз еще раз это этой этой теме посвящены полторы недельные главы которые мы будем читать хофтсхайя написал целую книгу в ней приводит огромное количество запретов и из законов о что можно говорить что нельзя и че должен опять таки язык мой брак мой язык мой друг мой но человек должен себе давать отчет как мы говорим что мы говорим кстати в глашенору когда гайзала шинара это приводится и сплетни и нехорошие слова и проклятие то есть следить за языком и поэтому может быть поэтому сразу после того как наша недельная глава начинается с рождением ребенка сразу нам дают законы потому что человек говорит потому что это самое скажу самое самое но одна из самых важных вещей и надо не забывать ведь все мы хотим молиться и чтобы всевышний слышал нашу молитву все мы знаем что мы сейчас приближаемся к шабот торой все будут говорить очень много будет лекций как важно учить тору и святая торы это это самое-самое давайте к дачу учить тору тору надо очень написано что произносить слова это ртом если человек себе испортил мариже человек себе сам все испортил так если он своим языком говорил все все плохие слова нехорошие и потом этим же языком он учит тор и почему-то не получается так он сам себе видова дальше я хотел упомянуть тоже очень важно то есть я кстати хотел извиниться шоу ирония судьбы что урок который посвящен что можно говорить что нельзя говорить как важно что говорить у меня сожалению немножко с голосом и запомните был фильм такой что логопеду которые были эффект дефекты фикции да так что неспроста может я слишком много говорил опять-таки человек должен следить за своим языком с другой стороны после всех этих серьезных запретов и болезни и так далее все эти главы каждая из них заканчивается хорош человек выздорове человек который на теле была проказа приводится если он выздоровел написано он должен принести две птички он должен принести приводится кстати это это не жена приношение он приносил где маленькие птички обычно брали воробьи два воробья одного воробья зарезали а другого отпускали на свободу показать что воробья не чирикают и наше чириканье есть такое чириканье которое надо зарезать и перекратить наоборот поэтому с положительной точки зрения надо говорить на то она мне загадали надо говорить мы можем кого-то приятно сделать можем точно так же когда мы говорим негативное плохо это приводит вот это не плохо все плохое когда мы говорим хорошо когда мы желаем что-то когда мы мы что-то видим сказать что-то хорошее убить что-то хорошее к сожалению мы живем в мире если взять простую газету почти все время там кто-то погиб тогда что-то случилось хороших новостей практически нет потому что при этом уже привыкли к этому нас уже не 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 влиять приучить себя замечать хорошая и поменьше замечая плохое из этого штук вы слышали что-то у кого-то родился обручился к это радость что-то хорош погода хорошая кстати когда погода хорошая средства спасибо когда когда плохая погода когда мерзопад красная такая погода когда радуйтесь мы мы за день должны сказать что благословение было плод поблагодарить бога за все что хорошее на себя приучить приучить следить и находить все хорошее и поменьше обращать внимание на плохое и тогда опять таки даже кроме того что это митсва и просто человек будет может счастливо жить сам чем он будет он если человек говорит хорошо у него будет хорошая жизнь и все эти главы заканчиваются чем выздоравливают интересно что мы уже был завели новый месяц месяц и я мы заканчиваем месяц не сам нас еще несколько месяца не сама и следующий месяц месяц и я и я на святом языке пишется аллы потом youtube и раньше и я из-за меня как в описании общепринятое мнение как его пишут с двумя июдом некоторые говорят что есть фраза в торе в вашем межпоте я бог исцеляющий они ашам рфх такие пишут они я ашам так обычно когда пишут ашам имя бога пишут два юда так общепринято как бы намек и рай фаха так получается и яр и приводится что и яр это месяц исцеление я знаю местные боги молится очень хороший еврей он сказал рассказывал что у него была выполнена был просто делать какую-то операцию или не делать он спросил что большого царя к этому скал не спеши подожди скоро скоро будете я лучшего я это делал тоже он даже как одар это хороший месяц для еврея вообще такие пятки чтобы не на чтобы мы все действительно были здорово нояр это месяц месяц исцеления и в нашей недельной главе написано что действительно исцеление исцеление исцеления гемора очень интересный момент обращаю внимание когда наш мицой наш главный герой нашей недельной главы заболел написано адам человек так что что-то возвышенное агамки я когда у человека будет проказ до или тут у которого в доме проказа адам все приводится адам что большой канал выздоровел написано что у него на плоти ушла с плоти его ушла плоть басар мясо и это еще один момент который тоже очень важный тора еще раз нас учат человек который очень гордый он заметил высовывая высокого мнения у него будет проблем ратки машем не надо никого не желаю тот человек который вы сами тоже говорит если человек о ком-то говорит лучше нароком в каком-то кто-то о ком-то не пренебрежительно говорит он почему я считаю что я такой великий хороший а вот он а вот мои соседи а вот если вы человек был скромный такого никакого плохого не говорил я скромный как я тоже плавок у меня что же много чего плохого есть так человек который гордый у него к сожалению второго и могут быть разные проблемы человек который басар надо не забывать что этот наш человека который написано в человек он переболел вот этой проказой он прошел через написано что-то унижение не в те времена не должны были покинуть город они должны были уйти написано что искуплять это искуплять его грехи и очень все это прошел интересно что она приносит свое жертвоприношение и боже это приношение включено масло и вино обычно греха очистительное это оперешение в себе не имеет масло или вино потому что до михать числе где греха очистительная то есть человек согрешил тут как бы не до вина то просто принесли какое-то животное это искупление интересно митсойрон когда он приносит свой корм анхартес там у него да есть вино и гемора говорит потому что он уже смыл свои грехи он уже отмучился поскольку он переболел поскольку у него было вот это унижение опять-таки на торе вот так наказала не всемогущий и самый добрый архамил а варахм наш любящий отец ему дал это искупление поэтому когда вопрос уже при запрещении у него уже все действительно смыто и теперь чтобы прозже до приношения тоже надо помнить когда у людей в жизни бывает немножко кто-то кого-то опозор и на это кто-то и человека позорим да он просто сам поскользнулся непосредственно но напомню что если не надо искать эти вещи если друг у кого-то что-то такое случилось значит это очень очень хорошее лекарство от каких-то грехов у кого-то что-то кто-то заслужил какое-то наказание так позор приводится самое хорошее наказание потому что все живы здорово все хорошо неприятная ситуация была наш митсойра он пережил этот позор ему надо было покинуть встал он возвращается но теперь он басан теперь он понял кто он такой этот гордый наш митсойра он прошел через этот самый урок всевышнего и когда он уже опускается он понимает теперь он действительно исцеляется он приносит вот эти две птички которые мы напоминаю что не не пугайся поэтому мы уговорим отпусти одну птичку на саботу потому что он после такого шока вообще говорить не будет нет мы ему говорим говори молись говори разговаривает пожалуйста рассказывать что хоббас хайман был очень разговорчивый он очень часто разговор очень много разговаривал и потом когда этот исцеление пришло к нему исцеление он возвращается он приносит потом еще настоящее же это приношение и он возвращается в стан увлажается к евреям и двух словах чтобы действительно чтобы мы удостоились чтобы ходишь я месяц я чтобы у нас действительно были только хорошие новости чтобы действительно чтобы еще не сам на самом деле через несколько не нужно нами сам это месяц чудес и к struggling with me все что действительно чтобы не удостоились что все были что те кто здоров что провоция быть здорово если ними не дай бог вот какие-то болезни чтобы не исцелились но уроки основные уроки то есть этой главы это чик тоже следить как мы разговорим что мы разговариваем а ком мы разговариваем ничего должен следить и действительно дай бог чтобы наши молитвы которые мы сколько молимся и будут они услышаны действительно всевышний спустит нам исцеление и избавление еще раз спасибо большое всем кто слушает мои уроки кстати я хотел поблагодарить хорошо вспомнил те люди которые темы и слушатели зрители которые пишут очень часто эти теплые отзывы я хотела их поблагодарить действительно видно что люди приятны при приятно читать эти отзывы мне приятно что людям нравятся мои уроки но приятно видно кто написал а иногда кстати я не стираю иногда видно какие-то какие-то не 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 хорошие слушатели зрителя что-то глупости пишет но сразу видно я кстати обычно их не стираю некоторые некоторые мне говорят что надо стирать ваше что случилось я об этом не стираю негативные позитивные но видно очень часто видно потому как человек написал отзыв кто этот человек не важно кстати был урок хорош нехороший язык детского дорог нехороший ничего не пишут да но иногда по отзыву да видно какой человек поэтому мы разговариваем видно какие мы еще раз дай бог чтобы у нас было исцеление и освобождение еще раз спасибо и даст бог до встречи в эфире всего хорошего